Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1096. Событие дня. Псалом 114.1. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое. За 16 декабря 2018 года. И объявление. Прочитать, посмотреть можно. Отпевание, то есть сестры, как было, поминки, умерло. Затормозите, почитайте. Роман. Кто каждый день молится словами, да приедет царствие Твое, должны знать из откровения Божьего, что его царство не может прийти без предварительного прихода Антихриста и последующего уничтожения Антихриста Иисусом Христом, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Поэтому те, кто умоляет его о приходе его царства, молятся о том, чтобы приблизить приход Антихриста, чтобы Антихрист пришел как можно раньше. Это нужно для того, чтобы он уничтожил Антихриста как можно раньше. И таким образом царство Божие наступило как можно раньше. Евгений. Нам также должно молиться о судах Божьих. Я не на стороне московской патриархии, так как знаю, как она образовалась посредством неправедной декларации и легализации на патриаршество в 43-м году с Сталином, с Берием. Бери тоже в сентябре. Но при условии полного послушания и сотрудничества с богоборцами. Я также не на стороне киевского патриархата и теперешней новой автокефальной церкви от Варфоломея, так как знаю, что Филарета плоть от плоти агент КГБ по кличке Антонов, а патриарх Кирилл агент Михайлов. Два сапога пары. И то, что у них есть клички, это говорит только о их неверности Христу. Антихристовые богоборцы надругались над ними, дали им свои погоняла, тем самым опозорив их, ткнув их в самую грязь, лжи и неправды. Посчитайте толкование Анна Златоуста о том, как три отрока, которые пошли на верность Христу в огонь, не сгорели и остались живы, а те, кто оказались возле печи и вне огня, пламя из печи попалило их до смерти. Разумеете, что значит быть верным Христу и Церкви Христовой? У новомучеников российских убиенных в ссыльных лагерях смерти позорных клоуновских кличек не было, типа Антонов, Михайлов. Они достойно остались верными Христу до смерти. Нам следует занять позицию о политичности, это самый верный шаг. Нечем московской патриархии хвалиться перед Филаретом Киевским, так как сама АМП возникла посредством раскола и незаконной изурпации власти на патриарше Сесергием Строгородским, так как он не был местоблюстителем на патриарше престол. Никита, как вы ставите под сообщениями разные значки, типа пальца большого вверх или сердца красного? Благодарю, Дмитрий, но у меня такого нет, видимо, версия скайпа другая какая-то. Наталья, Никита, видишь, лицо, колобок, туда жми и все будет. Сергей Птушенко, это не совсем верный подход искать правых по закону. Таких просто не осталось. Первосвященники в Израиле тоже покупали место за деньги, однако Господь их не перестал считать первосвященниками. Так было почти во всей истории церкви. Дело тут не в Киеве или Москве, а в общем состоянии православной церкви. А в Токефалию греки дают по распоряжению Вашингтона, а АМП не дана по распоряжению Москвы. Это две стороны одной монеты. Сейчас будет вселенский раскол. Люди начнут шатать все стороны в сторону, так как границы церкви будут размыты. Сектанты будут их пожирать, только сильнее. Уже не будет такого. Вот вера православная, она истинная. Будет лозунг. Ну и где Ваша вера? Вы все сами раскольники. Страдать будут простые люди. Плюс тут только один под гнетом испытаний. Православные должны будут жить по-новому. Так или иначе, все в руках Божьих. Он делает все во благо. Тут можно, нужно сказать, Господи, да будет воля Твоя над нами. Никита, пишу Вам, как человек, живущий в Украине, наблюдающий все это непосредственно перед своими глазами. Мое субъективное мироощущение. Все эти люди из духовенства мне глубоко неинтересны. Спустя годы я просматриваю свой духовный путь от рождения свыше до сегодня. И они не участвовали в этом ни одной минуты. Где они были, когда я задыхался в грехах? Никто не шел ко мне и не говорил о Христе, моем Искупителе. Где они были, когда я уверовал и ходил в храмы первый год моего церковной жизни у опыта? Я не слышал ни проповеди, ни участия ко мне, ни малейшего интереса. Я мог бы так проходить еще тысячу лет, и ничего бы не изменилось. А остался бы дуб дубом, без дел веры. Настоящее прозрение у меня началось после встречи с каналом «Восвете Библии». И вот я вернулся в храмы МП. Там все так же, и люди точно такие же. Никто их ничему не учит и не наставляет. Для немногочисленного мужского контингента священник – это некто, облаченный в сакральные недостигаемые ризы, которому ты должен целовать руку. На большее ты в РПЦ не достоин. И когда я смотрю на эти лица священников и епископов, они для меня абсолютно чужие. Даже тупой боли внутри нет. Они другого духа со мной. И я никак на них не переживаю, что они там куролесят постоянно. Только молюсь иногда, чтобы была воля Господня. Я заметил, что больше всего информированы о событиях, о надвигающейся расколе, именно мои знакомые неверы. И чем больше безбожники, тем больше за этим следят. Все последние новости я узнал от них. Еремея, 56 стих. «Народ мой был, как погибшие овцы. Пастыри их собратили из пути, разогнали их по горам. Скитались они с горы на холм, забыли ложе свое». И вот он указал 34. «И не Еремея, а Иезекииль». Вот что. Я ошибся вчера сказал. «Слабых не укрепляли, больной овцы не вращивали, и пораненной не перевязывали. И угнанной не возвращали, и потерянной не искали. Оправили ими с насилием и жестокостью». Я не рассмотрел и написал «Иер». Но это и поискали, нету. Иезекииль 3, 4, 6. «Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разбедывает о них, и никто не ищет их». Вот Никита, что сказал, я подписываюсь под каждым словом. Абсолютно правильно. Я эти места, всегда их архиереем писал. Роман пишет. «А Веста их жалко. Она административный ресурс, который слился в экстазе с властями и братками. Мне дела большого нет, хотя их жалко». Екатерина, «Никита, ты уехал домой на Украину?» Сергей, «Никита на Украине или в Украине, кому как нравится?» Евгений, «У вещания убиенного патриарха Тихона в смуту революции богоборцев было занять позицию аполитичности вне интереса политики. Так как революция – это была политическая смута, свергалась царская Россия. Об увещевании патриарха Тихона сохранять аполитичность по отношению к богоборцам пишет об этом зарубежник РПСЗ, профессионал Михаил Польский, в двух томах «Новомущенники российские». Он лично был знаком с патриархом Тихоном и сослужил литургию с ним, когда патриарха выпускали из тюрьмы. Он бежал из Советской России в 30-е годы с документальными свидетельствами в руках списков убиенных «Новомущенников» и «Исповедников российских». Позже он, пробравшись через советскую границу, окажется в Иерусалиме на Элеоне, а позже в США. Он был одним из зарубежных голосов за истину Христову через его книги. Там же, в двух томах о «Новомущенниках российских», одним из первых убиенных, расстрелянных митрополитов, большевиками оказался именно митрополит Киевский. Сергей Евтушенко, надо было раньше становиться аполитичным и потом не лезть туда же. Это сплошная линия предательства, наверное, прервется только при втором пришествии. До сих пор кафедры делят, им для людей дела, похоже, нет. Иногда вспомнят литераторов или философов, которые говорили о революции, а смелости сказать правду не хватает. Виталий, алчная клоунада в действии. Москва переживает за украинские финансовые потоки, которые теперь не к ним в потные ручонки подедут. Весь расклад этой возни. Забота о людях – это прикрытие уязвленного корыстолюбия. Тут о книгах спрашивали. Отвечаю, все вопросы и заказы о книгах сообщать только лично. Мне лично, и не по телефону, а только через мой мир или через скайп. Вставляйте, Игнатий, 10, вплотную. Евгения. А как московская патриархия приобрела к себе захватом при помощи властей зарубежные храмы? В том же Хевроне на Святой Земле при помощи палестинских властей МП выгнала монахов-зарубежников силой и пустила туда своих патриархийных. Пусть не жалуются теперь, когда Порошенко силой начнет отбирать храмы в МП на Украине. Как вы хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступайте. Заповедь Христова. Или вы хотите око за око, зуб за зуб, храм за храм? Наталья, ответы по Библии. Введение святым от Бога ли все? Так, номер третий. Будущее мира, грядущий суд. Вопрос от Сергея Птушенко. Главное, чтобы у вас к РПЦЗ такой же подход был, как и к РПЦ. Белых и пушистых нигде нет. Евгения говорит, я считаю, что вы тут не правы, Сергей. Явно вы детально и тщательно не изучали историю РПЦЗ. У главных, у руля МП явно прослеживается хищническая суть. Во многом начинают захвата власти в церкви и изгнание в ссылку путем сексотничества антихристовым властям верных архиереев и епископов. В Писании апостол Павел говорит, что хищники Царствия Божия не наследуют. РПЦЗ многострадальная была разрушена спецслужбами от КГБ. К этому пониманию пришли многие верные чады РПЦЗ. Уже с самого начала своего пути РПЦЗ осуждает соборно масонство, запрещая православным масонам находиться в их рядах. В московской патриархии разве что-то подобное было, чтобы осудили и начали сгонять из среды своих масонов? Жаль, что РПЦЗ и МП для вас одно и то же. У РПЦЗ не наблюдалось такой хищнической натуры, как у МП. Храмы силы нигде не захватывали. Их только МП мало-помалу у них отнимало. Пока что не захватило все вместе с епископами. Кто не усмотрел хищнической натуры МП и слились с ними в одно целое в 2007 году из-за страха потерять все свое церковное имущество? РПЦЗ – это исповеднический путь. Путь МП от основания был в предательстве и лояльности к богоборцам и усвоенной хищнической натуре от богоборцев. Сергей Евтушенко. Ни одно и то же. Не усмотрел хищнической натуры МП и слились с ним в одно целое. Как-то вы наивно к людям относитесь. Уже с самого начала своего пути РПЦЗ осуждает соборное масонство. Вот это особо забавляет. Жить всецело в их власти и осуждать – это та же самая мимикрия. Поддержка фашизма, РОА, российская освободительная армия – это тоже так себе ерунда. Они такие же, только без власти. Это все те же люди, которые сняли царя, играя с масонами. Потом шли с ними же в белогвардейском движении. Потом хлопали в ладоши перед Гитлером. А власов у них до сих пор герой, так ведь? Быстро они забыли слова Тихона о политичности. Не находите? Вся ирония состоит в том, что им пришлось идти на признание МП после всех своих заявлений. Мало того, еще и фактически объединиться. А МП обсуждать нечего. Тут тысячу лет всегда под царями ходили. И монастыри трюмами не в 1917-м стали. И Библия как лежала заколоченной металлом, так и лежит. РПЦЗ привлекает тем, что они хоть иногда по совести поступали, а МП всегда по приказу из Кремля. Евгений, в рассеянии, а фактически в изгнании, членам РПЦЗ, тому же отцу Михаилу Польскому, который издал двухтомник о новомучениках российских, пришлось бежать тайно, так как он уже был в ссылке и был выпущен из тюрьмы. Многим таким верным членам РПЦЗ в рассеянии и изгнании открылись духовные очи на апостасию последнего времени. Многие зарубежные отцы могли прозревать сокровенные истины, такие как Владыка Аверки, Таушев, посчитайте его труд о папизме, как он сокровенно четко формулирует истину православной церкви последних времен. РПЦЗ – это матерь всем верным истине. Именно через нее пришли такие верные чады, как отец Серафим Роуз и многие другие. Почитайте, какие богатые труды о последнем времени и о России у этого священника. Я не прослеживалась, чтобы через МП приходили такие даровитые люди для церкви в зарубежье. Тот же и Андрей Маклаков, теперь он в ветверу санкции в РПАЦ, а некогда крестился у Аверкия Таушева, прошедший через католицизм, учившийся в Риме, в Ватикане, потом полностью разочаровывался в католицизме и греко-умниатах и принимает в РПЦЗ православие Аверкия Таушева. Для меня путь РПЦЗ свят, хотя, может, там тоже где-то были ошибки и заблуждения. Я сужу по плодам, какие православные подвижники в зарубежье появились благодаря РПЦЗ. Ладно, я начинаю утруждаться, чувствую, что бью воздух. У вас свое мнение, РПЦЗ, оно мне непонятно, даже чуждо моему духу. Все на этом. Не будем дальше вести диалог, РПЦЗ, дабы не погрешить словами. Сергей, видите ли, в чем дело-то? Кто-то загорал в Калифорнии, а кто-то под бомбами фашистов. Кто-то жил под гнетом советской власти, а кто-то учил людей Родину любить, глядя на нее, с цефилею башни. Говорить о том, что в СССР можно было заниматься тем же, что и на Западе, просто в корне неверно. А то, что вы не замечаете подвижников РПЦ, МП, это уже ваше восприятие мира, не более того. А воины Яценевские, наверное, тоже проклятый КГБшник, лауреат Сталинской премии первой степени, 1946 год. А это сразу означает, душу дьяволу продал. Евгений. Игнатий Тихонович, вы задали вопрос на занятиях по поводу крещения. Я не мог ответить. На иврите крещение твило. Это означает полностью погрузить, окунуть в воду. Сергей. Наталья. Я тоже. А в пророчество Митара Тарабича верю. Евгений. Есть родное слово реформа, реставрация. Когда старый дом, иссохший дом, машину обновляют, реставрируют. Наталья, сколько бы ни обновляли изнутри, все равно смердит и запах неприятный. Запах неприятный. Вчера мне подкинули фильм один, я посмотрел, как воцаряется молодой царь. Ну, выходит он первый раз там. А там забастовки, майдан такой устроили, колючие проволоки отгородились. И он молодой, красивый. Жена у него стоит накрашенная рядом. Вот на одних грудях только держится все остальное. Платье по полу. И вот он поговорил так и сразу. Идем за мной. И не оборачивается. Я думаю, это он и жене сказал. Нет. Министры. А кабинет большой такой, он подходит. Что же он будет делать-то, я не знаю. Он садится, а у него это туалет оказывается. Он садится, штаны снимает, спускает их до колен и сел. Сел и с ними разговаривает. Время не тратит. А этот помощник-то, министр или кто, бумагу туалетную подает. Он одну оторвал, вторую, а другой фух. Фыкнул только. Вот мне это припомнилось. Сергей Птушенко. Да дело-то не в термине. Можно подобрать красивый. Точно как и в Ветхом Завете. Поросли баснями-то. Что и закон-то по-новому толкуем. Наталья. Надо искоренить, разрушить, а потом под новый фундамент строить, что и сделали пророки. Сергей Птушенко. Евангелие нужно из этой железяки вытащить и учить по нему. А не потому, как баба Зина на базаре сказала, вернуться к закону, как предлагает Игнатий Тихонович. Вон, сбрасывали ролик Владимира Головина. Он говорит, что крещение обливанием это приемлемо. Но ведь его слова – это путь к дальнейшей деградации. Везде уступки. Везде мы ползем вниз. А учителя, в кавычках, нам говорят, не держитесь за закон, и так можно выбраться. Ну и дальше считайте тут. О плодах духа, говорит. Игнатий Тихонович, насколько я помню, предлагает идти и говорить о Боге людям. Тормозите и считайте вперед. Я поскорее. Вот Евгений хорошо тут, как пишет, говорит. Я или Сергей. Говорит. Я засох на этапе. Что мне сказать и как сказать, чтобы меня хоть кто-то как-то слушали. Пока тренируюсь на ближних. Специально никуда пока не ходил. Учу писание. У нас мода на бороду, кстати. Людей так уже не удивишь сильно. Вот это про бороду тут где-то было. Ага. Что-то я тут маленько... Вернусь чуть-чуть назад. Да нет. Где-то, наверное, дальше там будет у него. У нас другая ситуация. Другая культура. Нам проще в этом плане намного. Всевдоправославных много. Даже незнакомый человек в случайном разговоре часто может сказать о десятине языческих праздниках. Об ИТ. Евгений, у вас холодно. Легче убедить людей носить бороду. У нас жаркий климат. У людей ассоциация, что жаркий климат и борода несовместимы. Волосы бороды вырабатывают мужской гормон тестостерон. Мужчины с бородой начинают чувствовать прилив силы. Борода – это сила в прямом смысле слова. Господь заложил в длинные волосы Самсона на голове физическую силу. Есть в этом и связь с бородой. Ну и дальше. Беседа идет. Считайте. И вот как пишет. Кому принадлежит Россия? Автор Валерий Макашов. Вот послушай. Президенту России. Ну кому? Президент. Кто? Открытое письмо. Обращаясь к вам как к президенту России с подобным вопросом, я прекрасно понимаю, что звучит он как-то чисто риторически. Я и сам считал его таковым. Однако некоторые события заставили меня изменить свое мнение в отношении этого вопроса. Вот интересно послушать. Решив построить свой дом, я начал с того, что нашел участок под застройку. Определившись с местом под строительство, я обратился в соответствующий отдел администрации района с просьбой разъяснить порядок оформления участка под строительство. Сотрудник отдела объяснила мне, что для того, чтобы оформить участок, необходимо обратиться в соответствующую организацию и определить границу участка. Затем присвоить участку кадастровый номер и с этими документами снова прийти сюда. Как оказалось, проделать эту работу удовольствие не из дешевых. Что же дальше, спросил я. А дальше, ответил сотрудник на основании, представленные документы, мы выставляем участок на торги. Кто больше даст? А есть гарантия того, что, спросил я, что мне удастся участок купить, на оформление которого я уже потратил деньги-то? Ну, такой гарантии, естественно, быть не может, ответили мне. А кто мне вернет деньги за оформление участка, спросил я. Никто не вернет. Вы же сами хотели его оформить, а вас никто не принуждал. Такой вот интересный разговор получился. Стало быть, являясь гражданином России по факту рождения, мне в этой стране земля не принадлежит, поскольку для строительства дома землю мне необходимо покупать с торгов. Так кто же является собственником земли в России? Ксения взяла цитату Михаила Ефрема из фильма «Шесть», Никита Михалков. И вот он заходит и говорит, вот он мне, где твой смех показывает на горло. Вы ж посинели все уже, как удавленники от вашей ржачки. Вам хочется смеяться. Вам смешно. Вы смеетесь везде, всегда, надо всем. Вы еще в зал не вошли, а уже харри свои ржать приготовили. Вам смешно абсолютно все. Жизнь – ха-ха-ха, смерть – ха-ха-ха, цунами – ха-ха-ха, землетрясение – ха-ха-ха. И вы ржете все – ха-ха-ха. Полстраны замерзло – ха-ха-ха, милиционер-убийца – ха-ха-ха. Пять миллионов детей без призора – ха-ха-ха. А почему вы смеетесь? Почему вот это – ха-ха-ха? А потому что, когда серьезно, вам страшно. Это вот вчера, что только один день воскресный. Материалы кое-какие взял, на меня сбросили. Ну что, утром, как всегда, в 4.40, помолились. Володя пошел топить там, батюшка уже приехал. Ну и богослужения с восьми, литургия, причастников было побольше. И собрание. Я не слышал. А батюшка, оказывается, слух произнес патриарха Святейшего Кирилла. И дальше все. Я не слышал. Этот вопрос поднял Игорь Дубнов. Я слышал, митрополита Сергия поминает. Я думаю, вот и хорошо. А патриарха не слышал. Ну, надо слушать. Ну, не слышал. Ладно, я вам верю. Ну, прослушаешь, у тебя там записано. Дальше это Игорь Дубнов начал говорить. Батюшка его, как говорится, выслушал. И разговор не продлил. Он ехал прищищать кого-то. Беседа эта отложена. Батюшка не захотел, чтобы потом под запись был этот разговор. Не захотел никак. Мы после этого собирались еще. Перед занятиями. И батюшка все оставил. Так все. Я больше не поминаю. И на этом конец. Ну, сказал, что собрать надо церковный совет. Так что это не отменяется. Через две недели будет церковный совет. Мы этот вопрос должны снова рассмотреть. Как и что. Ну, а дальше обед был, как всегда, в трапезной. Только кончили. А Сергей ездил, возил, видимо, батюшку. И он привез маму свою, Валентину Арефьевну. Она принимала у нас крещение. Но не ходит к нам. А Сережа спрашивает, почему же ты сюда-то не идешь? Для тебя это духовная, это родина. А она такая с избыточным весом. И вот она говорит, да мне стыдно. Я вот такая, так сказать, колобок. Ну, мы ее сразу покормили. Она побыла здесь. А при ней это с батюшкой-то мы разговаривали. И она говорит, мне батюшку жалко. Это Сергей говорит. Батюшку жалко. Мы что говорим? Мы его поминаем, патриарха? А там, которые в зарубежной церкви уже они соединились. Но есть целая епархия там, как в Австралии, не поминающая. И на этом никто ничего нам-то зачем? Нас никто не заставляет. Мы его в домашней молитве поминаем. А когда приезжают к нам, они молятся у нас из московского патриарха. Они поминают его. Потом митрополита Илариона, первого святителя русско-православной зарубежной церкви. Называют его там Нью-Йоркский, там Алиутский, какими словами. Все как есть. А потом митрополит Сергий, тут Иванников местный. И Всеволод, там Поняч. Ему как бы на той территории, которая на него выделена, Потеряевка находится. Тут все по закону, как надо. Когда они? Мы не против. Патриархия мы не считаем безблагодатной. Но нам не надо туда лезть. Нас там ждет только яма и смерть мгновенная. Вот почему. А других посылаете. А других этого нет. Они могут там начинать трудиться. У нас сложив все же мнения. Они нам никогда не простят, что у нас были разговоры, материал, книги, беседы, ролики. Этого они ничего не могут простить. Они ничего не знают. Вот посмотрите. Островский выступает здесь. Священник. Ха-ха-ха. Хи-хи-хи. Ха-ха-ха. Вот. Я могу даже показать сейчас. Где-то у меня он тут есть. Кто-то мне его выставил. Может быть, я не совсем. Сейчас вот покажу, как я захожу. Вот сюда. Загрузка. Тут где-то... Вот сейчас здесь вытащить могу. Волос. Так, что тут? Вопросы. Вопросы. Это я один беру. Дальше. Жена. Такая. Вот она где. Занятие. Так. А они не от мира сего. Вот я посчитаю. И... Ну вот она не... Видимо, вот это не от мира. Это заказчено. Вот я включу сейчас. А они не от мира сего. Это выставил, видимо, Сергей Пумкох. Можешь мне привести речь мирского человека. А потом речь того, кто от Бога. Хранители сейчас стояли, за ними говорят. Ну вы, вы, вы. Вы что? Так. И все. И дальше вот там... Ну разрыв шаблонов. Потому что в голове это, конечно, никак не кладывается. То для них это... Это для некоторых христиан. Ну то есть это... Вы понимаете, да? То есть это... Да вот тут уже это... Невеса сказала дочь. Вот этот, который... Священник. Жизнь немного, но ладно. Священник здесь ковыряет в носу. Он каким-то образом на меня где-то наткнулся. Я не знаю. Я вообще с ним не знаю. Никак. Он как на меня пошел в атаку буквально. Захлебывается в злобе. А здесь он хохочет. И вот этот хихихиха-ха-ха-ха. Вот они специальные... Это Сергей, видимо... Ну, отдельно места вырезал. Посмотрите, как он ведет себя. Свечки всегда будут ставить. До победного. Молодцы, счастливые лица. Думаю, реально, может, секта уже... Сюда, блин, улыбается. И главное, на шее крест. И все можем ли? Горе смеющимся ныне. То есть она обстановку совершенно не знает. Его кормят, поют. Овцы разбрелись, никого нет. О спасении речи нет. Это я их знаю. Но как только натыкаются где-то на меня, они все одинаковые делаются. Сразу, говорится, на четвереньки и в атаку. Это вот интересно все-таки. Сколько на мне их задействовано, этих хохотунчиков. Ха-ха-ха-ха-ха. Вот там это увидел. Никита Михалков показал. Все, что не видит. Ему говорят, овцы твои погибли. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты никого не учил. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Евангелие заброшено одними преданиями сопливыми. Все заменили. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это их лозунг. И смотрите, какое лицо веселое. Он не видит ничего. Совершенно слепой человек. Слепой, мертвый, переодевшийся. Тут даже и волком нельзя назвать. Совершенно трэш. Где я не ожидал этого. Сейчас, друзья, мы ван секрет. В принципе, это непростое будет время, конечно. Если, может, наши внуки-то живут, а может, там праправнуки. Может, в дуэбурже никто не доживет. Это будет когда-нибудь совсем там. Через 500 лет. Хотелось бы, конечно. Но надо быть бдительными. Хотя, конечно, только идиот хочет этого. Потому что нам, конечно, может быть, сейчас интересно стать очевидцами славного пришествия Христа. Значит, такой, ес! Мы же говорили! Вот, 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 вот. Вы реально такие уроды стали все. Ну, я шучу, конечно. Рубануться всем по всему миру. Это вот эта мысль о вечном блаженстве. Да, ладно. Мы смотрели все, какие-то мстители, Гарри Поттеров, и говорили, как это будет? Как это будет? Да увидел, и потом дальше пошел там где-нибудь там, на дядю пахать. Там желуди есть там. Их уже с Русалима не выкуришь. То, что говорят вам делать, делайте, но то, как они делают, поклониться и придется Антихристу. Он там в чатике спрашивает нам, покажите картинки. Грешники. Ну, там, блаженную Феодору откройте и посмотрите. Что Бог реально в нас. Ну, вот, я причащался. Кто сегодня причащался в нас? У нас почти все причащались тут. Он говорит, я еще и твое мясо съем. Бог в нас во всей своей полноте. Перед Богом, потому что, ну, в туалетик сходил-то пару раз там. А может, не поел накануне, ну, чтобы не позориться, как человек. Это нереально. В общем, идиот был, конечно. Вот знаете, адский ад, как говорят. Настя, вот так все рукой дышит. Для дебилов, в общем. Чтобы было видно. Я встречался с учителями, рассказывал им, как нужно преподавать, как нужно любить, как нужно быть нравственным. Ну, это, знаете, вот, жесть, да? Это вообще рождение сказал. Если я прошу прощения, то ты прощать не должна на коленях. Как можно себе извратить. Возьми мои дела вместо любви. А потом отправляешь, а вера без дела. И так. Не надо мне этого. Да хуже будет. Шучу. Мне понравилось. Слава богу, это не сумасшедший дом. Потому что сумасшедший дом, это когда сказала одна женщина, батюшка, вы мне приснились, и во сне на все мои вопросы ответили. Вот это уже реально трэш. Да, люди подходят, батюшка, мне вот брать квартиру ипотеку или не брать? Да. А, ну смотря кому. Если мне, то бери, конечно. У нас это за камеди клапута. Это еще раз. Ну, в реальности, наверное, просто ты дурачок. Вопросы еще, друзья мои. Ну, если уж совсем добить эту тему, то, как говорили у нас, молодые ребята в школе все идут лесом. Ну, в итоге. И это трэш уже. Это трэш потому, что это в клонах. Вот такой шедевр безумия. Где-то знают его, как-то что-то вызвать, или как вот показывали. Сейчас священник крестит, там ребенка буквально убивает, вдавливает. Все, и с купели летит. Ну, сделай повыше ее. На санитетах на 20-е-то нету. Но это все в церкви делается. Это разрушители, лютые волки. И они ничего этого не знают, как будто бы. Сейчас где-то я посмотрю. Еще здесь было показать. Такая тема появилась. Так. Ну, это надо посмотреть. Посмотреть еще. Тут я сейчас никак не успею. О смехе называется. Такой ролик. О смехе. Как он идет, и как что, и что они делают, и как хохочут. Вот эти смехотворцы. Смехотворцы. И вот они пробрались, их поставили, здесь все. Охлобыстин здесь, пожалуйста. Федор Конюхов там по морям плавает. Тоже в священники рукоположили, зачем? Кому? Медузам проповедовать. А вот он рекорды ставит. Какое? Сколько людей задействовано, когда он на этом шаре летит? На каком потоке, в каком направлении воздух идет? И зачем? Ну, сделал, пролетел. И один этот шар его стоит, там, миллионы, наверное. И что? Какое отношение имеет к спасению, к проповеди? Никакого. А он уже не может из этого выйти. Попробуй не смеяться. Его только гулаг может заставить. Это все рядом. Но явно видно, что раз этот священник, и только он увидел наш... Он кинулся на меня с такой яростью, прямо-таки ужасно. Вот я гляжу, Олег Стеняев лучше всех берет, по руках Библию проповедует. И тоже все на смех сводит. И не о нигде, а именно о проповеди, когда говорит, как он был, в Индии был, или из Чечни выезжал, останавливает. И, дескать, надо проверить, настоящий поп или нет. А другой посмотрел, говорит, увидел, говорит, моя морда красная, пьяная, и говорит, о, это настоящий поп. Но пьяный, красная рожа, килограмм 60-70 лишнего веса, это наш, то есть не наш, а поп без подделки. Тут как есть. И они смеются сами, что они-то выглядят как. И это ничего нельзя сказать. Можно ли каким-то образом что-то добавить, или... Я не знаю. Думаю, что это невозможно. Просто невозможно. Почему? Нельзя человека переменить. Это вот я набрал из Сергея, который буду у себя выставлять. Нельзя священник. Вот так. О духе лжи. Предания. Ну, где-то нет, о смехе было. Не смехе, а смех. Смех называется. Может быть, я не тут ищу смех. А ну-ка, вот я сейчас зайду вот сюда. Вот. Охота в корень посмотреть здесь, послать. Вот, о Библии. Ну, вот сейчас я прокручусь здесь. И, может быть, натолкнусь где-то кто-то, чего-то. Разбойки. Так. По-мерзки вот этого нашли. Где-то хохотунчик говорит. Экклесиаста. Вот. Можно даже найти. Я не знаю. Вот еще они посмотрят. Я прокручиваю в скайпе. То есть, что обычно они тут, бывает, оставляют. Вот так. Сергея. Надо к нему зайти и посмотреть. У него там стоит, у Сергея Козлова, смех. Вот сейчас я маленько по-другому. У меня подписчиков на подписке только, кажется, один человек. Сергей. Больше никого нет, Козлов. А тут подписываются, идут. Ну, неизвестно откуда. Сергей парализованный. Вот это его. Вот такое дело. Вот оно где. А любви к слову. В тени. Какие у него здесь удивительные. Это его ролики. Город. Восприятие. Сейчас я тут не нашел икону. У него все такие, по Сергею, ролики. Столько понятий. О слове Божьем. Буквально перенос. Шедевры, можно сказать. Он именно живет этим. У него нет выдуманного. Вот так. Еще маленечко сейчас попытаюсь еще раз вернуть, может быть. Ну, где-то вот здесь вот оно рядом у него было. А тут уже нет. Это жития святых пошли. Похоже, что уже нет. Псалом 26. Псалом Давида. Ну, кто-то там считает. Псалтырь. Тоже. Просто смех. Назови. Большой. 13 тысяч 400 примерно уже роликов. 28 миллионов просмотров. 28 с половиной тысяч подписчиков. Ну, это мизерно по сравнению с теми, где сковородку бабка чистит. Три с половиной миллиона. Как чистить? Ну, народ такой вот. На хохотунщики довели его. И что умрет, отвечать за все ему надо. Он этого даже и не думает, похоже. И не знает про это. Вот так. Ну, на этом на сегодня все.